В эфире Звезданутые. Новая подборка Бредни из пропагандистских шоу за неделю. Я знаю, что американские медиа и вообще западные медиа пристально следят за твоей, Володя, программой, цитируют буквально каждое наше слово. На дворе уже 2024 год, а пропагандисты все поют старые песни. Уничтожить всех к чертовой матери. Почему? Потому что они хотят уничтожить нас. Либо они, либо мы. Но третьего не дано. Выдумывают новые, никому не смешные истории. То, что у меня есть робот-пылесос, которого мы называем Кракен, потому что нужно выпускать Кракена, это означает, что я встал на кривую дорожку. И своим воем, и ором пытаются заглушить проблемы в стране и поражения на фронте. Что вы себе думаете? Что? Стоять насмерть не сметь! Правда, иногда и у них самих нервы немножко сдают. Непрекращающийся, уже я не знаю какой месяц, я уже сбился с отсчета, вой с болот о том, как все плохо у ВСУ. И среди огромного потока ерунды прорывается правда. И вот сегодня СВО и то, что происходит, опять Россия. Это зачинщик, если хотите, причем осознанный зачинщик. Мы специально это сделали. Вот, например, в эфире у Шейнина на этой неделе произошло настоящее чудо. Сам пропагандист начал задавать здравые вопросы о том, зачем же они из эфира в эфир обсуждают всякую ерунду. И ты вот думаешь, интересно, это вот действительно самое важное, актуальное, а потом понимаешь, что нет. Что все равно самое важное, актуальное то, что остается за ними, потому что продолжаются боевые действия на территории Укрреха. Независимо от того, уйдет в отставку за Лужный, не уйдет в отставку за Лужный и, так сказать, впустит Карлсона назад. Я так понимаю, долетел уже. А потом и его приглашенный эксперт зачем-то начал пророчить российское будущее. Симоньян в очередной раз сокрушилась, что скоро в России одни таджики останутся. У нас действительно швах с демографией. Ну, нехорошо все, мало мы рожаем. Мало мы рожаем. И государство действительно из кожи вон лезет для того, чтобы материально, ну, как-то подтолкнуть семьи и женщин к тому, чтобы заводить больше детей. А Соловьев, что бестолковые российские блогеры помогают ВСУ уничтожать их бедных мальчиков. А ты еще понимаешь, что иногда твое страстное желание пукнуть, плюнуть, услышать что-то приводит к очень тяжелым последствиям. То есть мы взяли, сами выдали свои планы. Ну и о псевдовыборах не забыли упомянуть. Страшно, Симоньян, что российская лодка, как и их Черноморский флот, может однажды пойти ко дну. А почему вы считаете, что вот лучшим выбором для России был бы президент Путин? Я вот задумалась, как им объяснять. Нас не должно интересовать собственное место в лодке. Нас должна интересовать судьба самой лодки. Потому что если лодка перевернется, совершенно все равно, какое место ты там занимал. Но это все, видимо, было временным помутнением. Потому что, как обычно, вместо того, чтобы обсуждать реальные проблемы, шутили над предстоящими выборами в США. Что сделает избирательную кампанию более веселой, если Трампа посадят и если Байден побрет? И, конечно же, всю неделю обсуждали интервью Путина и Карлсона. К этой минуте интервью посмотрели уже больше 70 миллионов человек, что, конечно, говорит о прорыве информационной блокады Запада. Так что 9 февраля можно считать своего рода Днем Победы в информационной войне. Во всяком случае, об этом пишут на главной странице сайта американской компании CNN. Да, вам не послышалось? Двухчасовое кхе-кхе по версии пропагандистов – настоящий прорыв. Ну, смотрите. Высочайший, я даже не знаю, уникальный уровень знания своей истории продемонстрировал президент России Владимир Владимирович Путин, когда давал сегодня, не сегодня, а давал интервью, которое сегодня было опубликовано. Вы знаете, после того, как на протяжении 20 минут без бумажки, без, кстати говоря, экрана, который обычно стоит у всех американских деятелей, особенно президентов, они ставят экраны себе и читают с него, Владимир Владимирович Путин завалил историка Карлсона таким количеством фактов, без, еще раз, опоры на текст, что это, на мой взгляд, произвело и на самого журналиста, и на всю аудиторию, ну, просто фантастический эффект. Будто бы маразматику нужны бумажки. Он сам все отлично выдумывает. Ожидаемого эффекта точно не было. Все и так знают не один год, что российский диктатор душевно больной. Все-таки вынудили, поляки вынудили, они заигрались и вынудили Гитлера начать Вторую мировую войну именно с них. Вот это цитата. Спасибо. Это серьезный разговор. Но маразм на России крепчает и без несвязной болтовни Путина. Например, очень важная тема доносов. Донесли уже даже на святая святых. Зет-патриота Шамана. Возьмем, например, историю недавнюю с певцом-шаманом. Ну, один из наших самых главных, можно сказать, самых ярких, самых патриотических певцов. И на него есть заявление или донос, как угодно в рамках передачи можем это назвать, в пропаганде вот этого самого зла ЛГБТ. Из-за чего? Из-за того, что у него, видите ли, прическа не та. И из-за того, что у него на заднем плане танцуют мужчины. Он заменит мужчин на женщин? Скажут развратник, обвинят в разврате. На детей в педофилии, на животных в зоофилии. То есть все зависит от того, кто на эту картинку смотрит. Ну, все правильно. Нужно искоренять этих геев. А то, не дай бог, в России начнут жить так же хорошо, как на Западе. Тут все НАТО орет, что собирается воевать с Россией, или Россия собирается воевать с НАТО. У них в армии хиппи ж другой. Трансгендеры возмущаются, что им не будут больше оплачивать операции. У смене пола. Если нам грозят тем, что мы будем воевать с этими, то неизвестно, кому повезло. Ну, а на встрече со студентами Мизулина пригрозила доносом одному из участников. А срочники, как оказалось, совершенно бесполезны. Молодой человек, который позволил себе в нашей аудитории оскорбить солдат-срочников, лучше же сейчас за это извинился, прежде чем его привлекут к ответственности за дискредитацию нашей аудитории. В России ты можешь все. Да, тебе может за это прилететь. Самое страшное наказание тебя назовут иностранным агентом? Да, Соловьев. Скажи это девушке, которая получила тюремный срок за шутку с грудью статуи. Оставляю вас о том, что следственным отделом по центральному району города Волграда в отношении вас расследуется уголовное дело по факту сквернения символа войской славы России, оскорбления памяти защитников Отечества, совершенные с использованием сети интернет. Но беззаконие, по версии пропаганды, все равно на загнивающем Западе. Соловьев вон до сих пор тоскует по своим виллам на озере Кому. В Сочи езжай, патриот показушный. Европа, которая поражает людей в правах на основе их национальности. Уже даже не гражданство России, а национальности, не политических взглядов, ничего, национальности. Европа, которая отказалась от всех базовых принципов, которые у нее были, включая святость частной собственности, где без решения суда, без всякого решения суда, без проведения судебной процедуры, без прения, без возможности высказать с точки зрения, людей лишают права на их собственность в том или ином виде. Ну и шутка дня. Симоньян стала украинкой? Или у нее проснулась шизоидная новая личность? Ведь мы же до татаро-монгольского Ига были круче, чем Европа. Наши города, Новгород, Владимир, Киев... Киев. Киев. Они были больше и более развитыми, чем лучшие города Европы. Любят в России присваивать чужое и навязывать свое мнение. При этом, как типичные алкаши, пытаются доказать. Это не мы. Мы созданы для того, чтобы жить. И для того, чтобы показывать всему миру, как надо. Мы другие, у нас есть миссия. Мы не хотим залезать в чужие амбары. Но ври не ври, а правда все равно с каждым днем становится все более очевидной всему миру. Что касается россиян, они могут что угодно. Хоть в Мундиале побеждать, хоть на солнце высаживаться. Правда, исключительно в своих пропагандистских телевизорах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова